Приветствую! Вчера, 18 мая, было запущено приложение Министерства обороны под названием Резерв Плюс. Это приложение предназначено для того, чтобы обновить данные, то есть выполнить вот ту обязанность, которая есть у всех мужчин, стоящих на учете, обновить данные в течение 60 дней. И вот сейчас я установил это приложение и вместе с вами пройду процедуру обновления данных и продемонстрирую вам это приложение, какие данные нужно обновлять и как это можно сделать. Перед тем, как начать, хочу обратить ваше внимание, что если вдруг вы в Play Маркете не можете найти это приложение, а вчера с этим были проблемы точно, то ссылочку на это приложение я оставлю в описании к данным видео. Итак, открываем это приложение и смотрим, что же нам там нужно сделать. Итак, на первой страничке мы с вами видим, что нам предлагают зарегистрироваться и получить данные из реестра об Эрих. И здесь что нам предлагается сделать? Авторизоваться, подтвердить свои персональные данные, мобильный телефон, емайл и текущий адрес и пароль указать. Ну что ж, начинаем. Что он нам предлагает? Авторизоваться предлагается только одним способом, через систему BankID от НБУ. Ну что ж, начинаем. Так, предлагает PrivatBank. У меня PrivatBank есть, соответственно пробуем его. Здесь я выбираю, что у Vity через Privat24. Авторизуемся здесь и нас перебрасывает. Так, пока все идет хорошо. Так, вот, что сделал этот застосунок. Он, получается, уже сграбил мои данные и мой номер телефона, мой финансовый номер телефона в PrivatBank, собственно говоря, уже сюда занесен. Я его тут чуть-чуть скрыл. Так, а если это не мой номер? Ага, вот, можно нажать кнопку «Анавыты» и указать другой номер. Но, поскольку это мой, я жму так «Цемей номер». Так, адрес проживания. Кстати, да, адрес проживания четко указан правильно, причем, несмотря на то, что улица недавно была переименована. Вот, соответственно, если у вас адрес не совпал, то мы можем нажать «Оновыты» и вот здесь будет у нас, смотрите, что откроется. Выберем область, ну и так далее. Тут понятно. Так, а если я проживаю за кордоном, ну, укажем Австралию. Ага, ну вот, можно, да, собственно говоря, для тех, кто проживает за кордоном, здесь можно указать, не знаю, область. А ну-ка, укажем Харьковска. Харьковская область укажем. Австралия, Харьковская область. Ага, принимается такое, да, Харьковска. Вот, дальше мы места пишем. Ага, ну вот, понятно. То есть, в любом случае, даже если вы за границей, адрес можно здесь поменять. С этим мы с вами разобрались. Так, поскольку адрес мой, мой, я иду дальше. Сталося щось дывно. Да, что-то пошло не так. Теперь я понял, откуда появились вот эти мемчики и просталося щось дывно. Ай, все, обновил данные. Да. Ай, и что же нам делать? И что же нам делать? Не знаю, что делать. Есть здесь, видите, служба подтримки. Друзья, так, сейчас буду сидеть, пробовать, когда же исчезнет вот эта сталося щось дывное. И когда пройдем дальше, продолжу, собственно говоря, это видео дальше снимать. Итак, спустя 2 часа и миллион попыток я смог пройти на следующий уровень. А следующий уровень это у нас e-mail. И здесь мы также видим, что есть кнопка «Анавыты», то есть «Изменить e-mail», да, если вы не хотите указывать тот, который подтянулся сюда. Далее, соответственно, так, «Ц моя адреса» и «Про пустыты». Обращаю ваше внимание, что вот многие в комментариях, когда еще вопрос поднимался о том, что нужно e-mail давать, многие говорили, что, мол, я не обязан иметь e-mail. И, кстати, совершенно правильно говорили, такой обязанности у человека нет, не предусмотрено это ни одним законом. И здесь это учтено, в этом додатке «Резерв плюс» в том плане, что можно пропустить и не указывать e-mail вообще. Нажимаем, соответственно, «Так, это мой e-mail» и куда мы попадаем? Попадаем на страничку, где просто указаны все эти данные, которые мы можем загрузить. Теперь у нас, соответственно, код надо придумать. И что еще? Придумываем код, подтверждаем его. Так, надо будет эту часть вырезать, наверное. Разрешаем зайти по биометрическим данным. Ну, я разрешаю, потому что я привык, мне проще. И все, дякуемо, дякуемо и отрымаемо информацию из реестру об эрих. И вот что отрымалы. В общем, есть здесь обо мне пока только дата рождения и РНО КПП. То есть, по сути, я так понимаю, что вот такая картинка, она означает, что в реестре просто ничего нет. Что вот это только я загрузил информацию в реестр. Ну, видите, вот даже если набрать, здесь нажать полная информация, все равно ничего нет. То есть, в реестре ничего обо мне не было, да? Ага, так, АНОВЫТЫ ДАНИ, смотрите, не получается АНОВЫТЫ ДАНИ один раз в 48 годы. Ну, логично, что сейчас идет там пиковая, скорее всего, нагрузка. И тесты еще идут. И, соответственно, ограничили этот функционал. Что еще здесь есть? А, собственно говоря, по сути и все. По сути и все. Больше здесь ничего нет. И вот так выглядит обновление данных. К сожалению, функционал такой слабенький, можно сказать, да? То есть, он чисто под вот этот закон, под переходные положения закона 36.33, в котором сказано, что из данных нужно обновить e-mail, телефон, адрес проживания и все. И получается, нет пока возможности там загрузить документы об отсрочке и оформить ее дистанционно. Я очень надеюсь, что в каком-то обозримом будущем это получится. И я успею это сделать до того, как придет повестка мне на тот адрес, который я указал. А мы помним, что по постанове 560 на этот адрес может прийти повестка. Друзья, вот так, собственно говоря, выглядит вся эта регистрация. Ничего сложного, как вы увидели. Но и функционал, ну, скажем так, пока еще ограничен. Да, единственная польза на сегодняшний день от вот этого приложения резерв плюс состоит в том, что человеку, чтобы выполнить свою обязанность, предусмотренную законом, нужно всего лишь установить приложение и обновиться через приложение. То есть, не нужно идти в ТЦК и ЕСП, чтобы обновить данные. Не нужно идти в ЦНАП. Кстати, те из вас, кто считает, что лучше пойти в ЦНАП, мол, чем устанавливать вот это приложение, потому что, пойдя в ЦНАП, у них не будет там емайла, у меня не будет приложения этого на телефоне. Смысла в этом нет. Напомню, постанова 560 предполагает отправку повестки по почте. Потом, через 60 дней, вам могут отправить повестку просто по почте. И даже если вы ее не получили, эта повестка будет считаться принятой. Кто подробнее хочет разобраться в этом вопросе, в описании будет ссылочка на видео, где я подробно вот эту всю историю освещаю. Поэтому, ну, на мой взгляд, проще всего сделать через, соответственно, вот это приложение резерв плюс, как, собственно говоря, я и сделал. И теперь, как минимум, мне не грозит штраф 25,5 тысяч. Вот, что мне может грозить, не надо вот это там писать в комментариях сейчас. Я свою обязанность выполнил, обязанность, которая предусмотрена для меня законом. Вот, и теперь спокойно буду выходить на улицу и показывать, что я данные обновил. Все, на этом у меня все. Если вы считаете, что видео данное было вам полезным, прошу поставить ему лайк, подписывайтесь на мой канал, и вы найдете еще массу полезных видео. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал, ссылочка есть в описании к данному ролику. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok